Привет, меня зовут Даша, это мое новое видео о моде и стиле, и сегодня я хочу сделать еще один очередной обзор на верхнюю одежду на зимний период 2020-2021. Сегодня я снимаю это видео не в Варшаве, а в Берлине. Помимо стандартных Zara, Mango и Chindema, я сегодня пойду в Uni Glow, в Arket, и это прям очень круто, так что давай скорее начинать. И перед началом этого видео я хочу попросить тебя, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на мой канал, поделись этим видео с друзьями, которым оно тоже может быть интересно. Сделай это, пожалуйста, это займет буквально пару секунд, и тогда точно можем начинать. Ну а начнем все равно с Zara. И первая вещь на сегодня очень классный серый буховик выше колена. Сейчас посмотрим цену. Стоит он 70 евро. Я примерю S-ку и LEM-ку, сейчас посмотрим. Артикул, QR-код. Хотела S-ку и LEM-ку, но, к сожалению, единственный размер, который там остался, это был XL, поэтому вот на мне он сейчас. Я могу сказать, что выглядит это на самом деле не критично. L-ка была бы прям хорошо, XL-ка чуть велика, видно это по рукаву, и длину хотелось бы чуть поменьше, но так, в принципе, классно. Куртка-пуховик очень легкая, но при этом теплая, мне уже жарко. Она идет на молнии плюс кнопки, тут такие косые карманы. Есть достаточно большой воротник, из которого вытаскивается капюшон, но мне больше нравится вот в таком простом варианте воротника. Снизу ее можно затемнуть с двух сторон. В целом, такая вот классная базовая. Свой прошлый обзор верхней одежды я тоже начала в Zara с эко-шубой, которая идет по крою как пальто, но она была только в одном цвете. А тут есть еще такой вот более темный цвет, я бы сказала холодный, коричневый, и плюс она есть еще, не помню, показывала ли, в таком зеленом. Зеленый сейчас, кстати, со скидкой, он стоит, кажется, 60 евро. А вот эти два таких более классических цвета стоят 100 евро. Сейчас хочу примерить вот этот темный в размере L, потому что она маломерит достаточно сильно. Если мой стандартный размер верхней одежды это эско, то тут мне пришлось взять L, потому что, когда я в прошлый раз примеряла размер M, он был прям совсем по фигуре. L же сидит идеально прям так, как мне нравится этим цветом, я очень довольна, его будет легко со всем сочетать. Вот так это еще повыглядит в расстегнутом варианте, она двубордная, тут темная фурнитура, и у нее, кстати, хорошая длина. При моем росте 1,73 м, она прям так красиво смотрится. Вот на нее ценник, размерная сетка от XS до 2XL, UR-код и артикул. Следующий пуховик из Zara выглядит вот так. Он супер модный из этого стеганого материала и такого лаконичного, более классического кроя по типу пальто. Сейчас я его примерю, это как раз размер M, стоит он 90 евро, плюс здесь натуральный пух. Вот так этот пуховик выглядит на мне, он такой абсолютно не громоздкий, хотя достаточно плотный свитер под него прекрасно поместился. Если бы я брала себе, я бы, возможно, подумала над L, но, к сожалению, ее тут нет, не могу примерить, но M сидит достаточно хорошо. Этот пуховик идет на кнопках, также на кнопках здесь пристегивается и отстегивается капюшон, то есть его можно брать. Мне не очень нравится здесь черные детали в виде веревок на капюшоне, но черный пояс, как по мне, смотрится неплохо. Его можно либо завязать, вот так вот он выглядит, сзади он там скрыт, и получится такой акцент металли, либо оставить развязанным, вообще даже вытащить. Тогда будет просто такой вот более ровный пуховик. В таком варианте он мне нравится тоже. Капюшон, как по мне, здесь недостаточно объемный, он плюс еще по-идиотски смотрится из-за того, что у меня гурька, но в целом он хотя бы есть. Очень классный укороченный жакет из ЭК-кожи, посмотрим цену, стоит он 40 евро, размерная сетка от XS до 2XL, QR-код. Вот так он выглядит, и как по мне, Элька села просто супер, мне кажется, очень модно. Его, кстати, можно носить под пальто, если у тебя есть какое-то такое большое ворсайд структурированное пальто, то вместе это будет очень круто и тепло. Я, конечно, не знаю, как они делают размеры, вот я смотрю на себя в Эльке, и я понимаю, что я бы меньше не брала. Меня тут все абсолютно устраивает, проема, то, как он выглядит на спине, все очень круто, там же мне застраивается такой большой воротник. Классный, качественно выполненный укороченный жилет. Следующая зимняя куртка из Zara выглядит вот так, и на секундочку, это размер S, она изначально идет очень объемная. Указано, что ее можно носить от 0 до минус 15 градусов, что круто, стоит она 60 евро. Я примерю S. Вот эта куртка на мне, и я сначала подумала, что она вельветовая, потому что здесь такой насыщенный черный цвет, но на самом деле она из такого немного нестандартного нейлона, что ли, да, такого как будто слегка надзатого. Здесь длинный рукав, который заканчивается такой вот эластичной частью. Сама она по длине стандартная, я бы даже сказала, немного укороченная. Ее можно еще вот здесь затянуть, тогда она еще более поднимется и будет такая объемная. Здесь широкий рукав, спущено, плечо, отложное воротник, мы его можно застегнуть, поднять. Ой, он такой объемный, наполненный, наполненный, очень классный. Мне очень нравится эта куртка, вставили 10 из 10, качественная, стильная, рекомендую. Еще один укороченный жилет, он двуцветный, такой более темный, хаки насыщенный, более светлый. Мне кажется, он может быть двусторонний, вполне себе, сейчас проверим. И вот это размер SM выглядит на самом деле, как будто он детский, поэтому, не знаю, это на очень-очень маленьких, худеньких девушек. Я примерю LXL, вот ценник, 30 евро, артикул QR-код. Вот этот жилет на мне, он действительно двусторонний, я примерила его более светлой стороной. Мне нравится, как на мне сидит размер LXL, где карман, а кармана нет, он такой минималистичный. Тут объемный, очень высокий воротник, и этот жилет будет классно носить, как самостоятельная вещь, так и под пальто. Он абсолютно поместится. И следующий бренд на сегодня, впервые на моем канале, Uniclo. Сразу при входе я вижу мега крутые базовые куртки, вообще этот бренд про базовую одежду, очень классную, качественную. Первый пуховик из Uniclo на сегодня, он есть в двух цветах, черный и темно-синий, стоит 180 евро. Вот его артикул, это размер L, и видно, что L-ка прям такая большая-большая, я примерю, наверное, S. Так, апдейт. Это, оказывается, коллаборация Uniclo и Жильзандер, я знала, что она есть, но не знала, что эти пуховики именно оттуда. Поэтому, к сожалению, S-ки нет, и M-ки тоже, а L-ка выглядит очень-очень большой, объемный. Это настоящий ворсет, поэтому она мне будет выглядеть абсурдно. Но хочу, что еще хорошего сказать, посмотри, какой он классный внутри, стеганный, будет 100%, очень-очень теплый. И здесь идет не стандартный такой нейлоновый материал сверху, а более, что ли, тканевый, катоновый. В составе здесь есть 10% шерсти. Стеганные куртки в четырех оттенках, это, конечно, такой более легкий вариант. Я примерю вот этот, такой серый хаки. Так, вот M-ка стоит 80 евро, есть артикул. Вот так она выглядит на мне, мне кажется, M-ка великовато по длине рукава и в объеме. Но в целом куртка хорошая, очень качественная, тонкая, легкая. Она бы подошла для зимы в странах с более мягким, теплым климатом. Мне очень нравится ее цвет в целом, хорошая модель. Снова вещи из коллаборации Uniclo и Жильзандер. На этот раз это мужские куртки. Насколько я понимаю, либо они идут у них секс. Мне очень нравится вот этот цвет. Я думаю, сейчас можно его примерить. Стоимость 160 евро. Вот так она смотрится на мне, мужской XS, кстати, вполне себе. У нее такой темно-темно-сливовый цвет, почти черный, я бы сказала, но они его называют видный. Она идет также стеганая внутри, вот внутренние карманы. Тут молния, кнопки. Такой вот пуховик, абсолютно стандартный серый, стоит 180 евро. Он, кажется, находится в мужском отеле. Я в Uniclo очень-очень ориентируюсь, но судя по фасону, мне кажется, почему-то, что он женский, потому что здесь узковаты плечи. Вот ценник, артикул. Я не буду его примерять, потому что это такой классический пуховик ниже колена. Ничего особенного, но оно хорошее. Также здесь синий цвет, я думаю, это прям то же самое. Классный по наполненности мягкий. Вот и на артикул синий, также он есть черный. Но пойдем посмотрим, что-то более интересное. Быстро пройдемся по аксессуарам. Классные по качеству плотные шапки по 13 евро. И шарфы по 50 евро. Это 100% кашемир. Я считаю, для кашемира это очень хорошая цена. Поэтому вот пересмотрите, они есть в разных цветах. Однотонная, в клетку. Также шапки 100% кашемир по 30 евро. Вот ценник. У меня только что случайно на 5 минут заблокировался телефон. Я не могла снимать. И на самом деле чуть не сошла с ума от скупи уже в этом магазине. Все прекрасно, классно. Но для меня это очень и очень скучно. Кардиганы на скидках, аксессуары. Это, конечно, не тема сегодняшнего видео. Но просто посмотрите, какие крутые шарфы. Вот 10 евро, допустим, тут есть в составе шерсти. Я даже думаю, такое себе купить. Не знаю, правда, под что мне этот фиолетово-синий цвет. Но крутой. Коричневые очень красивые. Такие вот более классические. И плюс тут можно закрыть вопрос по поводу нижнего слоя под пальто. Утепление пальто в виде вот такой тонкой жилетки. Она действительно супер тонкая и легкая. Но она будет классно утеплять. Также есть такие тонкие курточки. Они прям невесомые в разных цветах. По 30 евро, допустим. Тут все почти со скидками. Такие вот куртки тоже классные. Например, на этом манекене показан прием, как утеплить пальто с помощью тонкого жилета. Кстати, посмотрите, насколько классное сочетание цветов. Такой бежевый, очень красивый голубой, молочный. Круто. Следующий бренд на сегодня это Mango. Первое пальто из Mango на сегодня выглядит вот так. Мне кажется, я не показывала его в предыдущих видео. Черное, двубордное. Оно стоит 150 евро. Вот его артикул QR-код. Примерю Esco. Я вижу, что он уже идет такой достаточно объемный оверсайз. Оно достаточно тонкое, без подкладки. Мне очень нравится это пальто. Посмотри, насколько у него крутой крой. Оно длинное. Esco села абсолютно идеально. Длина рукава и объема тут достаточно. Здесь спущено плечо. Оно двубордное. Черная лаконичная фурнитура. Ничего лишнего. Прям очень-очень-очень крутое. Еще одно пальто, которое я хочу показать в Mango. Оно есть в двух цветах. Такое вот укороченное, как бочонок. Стоит 100 евро, кажется. Сейчас покажу ценник. Да, вот артикул. Размерная сетка от XS до XL. И я примерю вот этот холодный серый оттенок. Вот так это пальто выглядит на мне. Оно двубордное. Здесь спущено плечо. Такие достаточно большие лацканы. Здесь достаточно глубокий вырез. Получается открытая шея, зона декольте. Поэтому нужно его будет носить либо с шарфом, либо со свитром с таким высоким горлом. А так, в принципе, такое вот. Достаточно теплое, свободное. Такое вот это выглядит. Сзади легкое. Если ты не любишь длинное пальто, допустим, как предыдущее, то вот такой вот вариант. Следующий бренд на сегодня. End by the stories. Просто посмотри, в каком красивом доме он находится. Я в шоке. Очень круто. Мне кажется, я еще никогда не была в таком красивом магазине типа масс-маркет. На самом деле, я почти все из верхней одежды показала в предыдущем влоге. Но мне настолько нравится этот магазин, что хочется его показать. До сегодняшнего дня я не знала, что в End of the stories есть белье, причем очень классного качества и красивое. Вот. Посмотри просто, как здесь все шикарно. Скандинавски. Из одежды я хотела показать буховики, покрой которые и тут как пальто. Такой вот один есть светлый и второй черный. Думаю показать оба, потому что они прям очень классные. Давай сначала посмотрим ценники. Стоит он 150 евро. И вот артикул. На молочный пуховик такая же цена и артикул. Вот так этот пуховик выглядит на мне. У него действительно очень жестственный, лаконичный крой. Он абсолютно не громоздкий, при том, что это размер 40. 38-го не было. Как я уже говорила, этот пуховик идет по крое как однопортное пальто. У него такая темная, неконтрастная фурнитура, аккуратный прямой рукав, симпатичный воротник, пояс, карманы. Таким образом выглядит сзади. Очень крутой вариант верхней одежды на зиму. Удобный, супер качественный, просто 10 из 10. Я думала, что эти пуховики пальто почти одинаковые, по крое различаются только цветом. Но этот молочный оказался совершенно другой. Он идет без пояса, то есть без акцента на талии, на молнии, плюс кнопки. Здесь такой классный острый воротник, и он идет слегка как бочонок покрою. Карманы тоже есть достаточно глубокие. Таким вот образом выглядит сзади. Он легче и немного тоньше предыдущего, но тем не менее мне тоже очень нравится. Тем более я люблю светлую верхнюю одежду на зиму. И на мне сейчас размер S, мой стандартный. Следующий бренд на сегодня Арке. Тоже примера впервые на моем канале. Я поднялась на второй этаж, покажу, как тут красиво. Вот, и сразу увидела такие длинные классные пуховики. Они есть в трех цветах. Черный, оливковый и карамельный. Я примерю, наверное, оливковый. Стоит этот пуховик 250 евро. И это размер S. Сейчас, наверное, я его примерю. Я угадала с размером. S подошла идеально, то есть он идет размер в размер. Он достаточно объемный, при этом очень легкий. Здесь хорошая посадка, классная длина. Карманы на кнопку застегиваются. Сам пуховик идет на молнии. Вот так выглядит капюшон. Он тоже такой теплый. Можно даже будет состегнуть вот так. Цвет очень классный. Тут, кстати, есть еще кнопки. По бокам, как и во многих пуховиках, сейчас их можно расстегнуть. Но, в принципе, мне нравится и так. Дальше пуховые куртки. Они покроют и по модели очень напоминают пуховики, которые я только что примеряла. Просто идут короче, они есть в трех цветах. Коричневый, кстати, классный, светлый. И давай посмотрим ценник. 190 евро. Это S, уверена, она будет хорошо сидеть. Так что примерять не буду. Дальше посмотрим такие более укороченные пуховики. Они есть в двух цветах. Я примерю такой оттенок кофе с молоком. Стоит он 225 евро. Я примерю S. Светлый вариант этого пуховика, к сожалению, был только в размере L. И он очень большой. Я взяла XS черного цвета. S тоже не было. И мне вполне себе нравится, как она на мне сидит. Я, конечно, бы, если бы брала себе, взяла бы S. Но так тоже неплохо. Большой капюшон. Классная лаконичная модель. Здесь в руках заканчивается резинка. Не будет нигде задувать. Длина чуть выше колена. Посмотрим. Можно его... Да, его еще можно слегка затянуть снизу. Классный. Очень комфортный такой на каждый день. Смотрим дальше. Вариант стеганого пуховика в двух цветах. Таком медном и темно-синем. Или это черный. Мне кажется, все-таки темно-синий. Стоит он 115 евро. 34 размер выглядит полномерно. Я бы примерила 36. Вот так этот стеганый пуховик выглядит на меня. Он такого достаточно спортивного кроя. Тонкий, легкий. Но для такой мягкой зимы, как в Берлине, допустим, мне кажется, это классный вариант. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он был слегка длиннее. Но так, в принципе, тоже неплохо. Еще один вариант тонкого стеганого пуховика в очень красивом мятном оттенке. Эта модель мне, кстати, нравится больше. Стоит также 115 евро. Примерю Эску. Снова это классный вариант для мягкой брюлинской зимы. Но в Киеве, допустим, я его себе никак не могу представить даже в декабре. Тем не менее, прям очень-очень красивый крой. Этот пуховик идет длиннее. У него есть разрезы. Такая вот металлическая фурнитура в виде кнопок. Хорошая длина рукава. Он полномерный. Здесь, конечно, нужна дополнительная защита, утепление для шеи. Какой-то, допустим, молочный шарф такой объемный. Будет очень красиво смотреться. И напоследок посмотрим классику. Такое ворсистое пальто-халат черного цвета. Стоит оно 225 евро. Примерю свой 36 размер. Сразу пока не забыла, называю со старшей. Здесь от 6% шерсти и 8% альпаки. Остальное синтетика. Но это и так очень круто. Посмотри, какое красивое пальто. 36 размер, сел идеально. Здесь очень красивый рукав, труба, воротник, ласканый. Мне очень нравится. Хорошая длина ниже колена. Глубокие карманы. Достаточно широкий пояс, который делает акцент на талии. Также это пальто можно застегнуть на пуговицу и носить его без пояса. Вот в таком варианте. Мне тоже очень нравится. Таким вот образом оно выглядит сзади. Там есть шлица, которую нужно будет расшить, естественно. Так оно очень мягкое, очень теплое. Невероятно качественно. Это 100 из 10 лет. Просто, мне кажется, одна из самых красивых вещей за сегодня. Здесь очень классные аксессуары. Шапки, шарфы. Допустим, вот такой. Посмотри, какой красивый объемный шарф с похромой. Да, 70 евро. Рядом с ним в клетку, в мягких оттенках. Очень классные коричневые карамены. И еще хотелось бы показать обувь. Тут тоже очень крутая такая штука. Это идет как воротник, который надевается под пальто, либо под пуховик, у которого нет горла, нет капюшона. А тут это все предусмотрено. Стоит такая вещь 80 евро. Вот ее артикул. Она идет в одном размере. И также они есть вязаные. Ой, вот это прям очень круто. Это идет такой почти как жилет. Вот он соединяется на молнии с большим воротником. Прям супер стильно. Тоже 80 евро. Есть такие вот более классические варианты в бежевом оттенке. И такие потеплее. Классный вот этот серый. Тоже очень красивое горло. 70 евро. Дальше идем в Кос. В Варшаве он есть, но меня он летом как-то не очень радовал. Поэтому я туда не ходила. Сейчас посмотрим, какая у них зимняя коллекция. Куховик гусеница первое, что я увидела в Кос из верхней одежды. И все бы хорошо, если бы не его цвет такой горчичный. Я не люблю верхние одежды. Вообще он мне не нравится. Но вещь качественная. Не хочу примерять. Стоит он 195 евро. Ну вот, не знаю, не люблю. Вот это мне уже больше нравится. Черное пальто-халат. Но стоит 225 евро. Но оно также есть еще в молочном, в светлом оттенке. Я, пожалуй, примерю его. Цена такая же. Это размер М. Я думаю, примерю S. Я пришла в примерочную, потому что в зале у них нет нормальных зеркал и какое-то освещение такое среднее. Вот это пальто на мне. Это М, потому что S не было. И вот прям видно, что оно на меня большое. Вот тут его слишком много. Ласкало, заходят один на один. И его также очень много в нижней части. Поэтому, я думаю, если бы я брала себе такое пальто, я бы присмотрела S.K.S. или даже X.S. Но в целом оно очень классное. Здесь 60% шерсти в составе. Оно идет без подкладки. Достаточно тонкое. Понятное дело, не на очень холодную зиму. Посмотрю, у него очень хорошая длина. И вот сейчас оно как бы идет такое слегка расширенное отнизу. Это потому что оно на меня большое. Если бы это был размер поменьше, оно бы сидело как-то примерно вот так. И это было бы лучше. Немного мне в нем не хватает структуры. Оно такое мягкое. Но, тем не менее, очень качественное. Невероятно аккуратные швы. Классная модель. Красивая очень вещь. Насчет верхней одежды BOSS в этот раз очень радует. И вот я вижу классную куртку. Также этот пуховик, который мы смотрели в его горсичном цвете. Он есть в таком более красивом синем. И такой вариант мне нравится. Что я решила сделать? Чтобы постаралась не ходить в примерочную, я просто сейчас соберу все вещи, которые мне нравятся из верхней одежды, и в примере уже там их все вместе. Начнем обзор с этой куртки. Я видела, она есть еще в другом, таком более светлом оттенке, но я решила выбрать эту. Это размер 38, то есть где-то примерно М-ка я взяла ее на размер больше. Очень мне тут все нравится. Минималистичный дизайн. Такие не накладные карманы, да, только вот эта часть. Она гладкая. Здесь приятный холодный и темный оттенок, такой серо-коричневый. Классный длитный рукав. Мне нравится здесь большой воротник, столько. Так вот она выглядит сзади. Там идет слегка длиннее. Очень хорошая вещь. Стоит она 195 евро. Размер пике, я говорила, 38-й. И вот ее артипул. Дальше пальто. Очень близкое по оттенку к предыдущей куртке, но здесь такой более выраженный, глубокий оттенок хаки. Оно идет однобортное. С очень красивыми ласками и воротником. Здесь есть потайная пуговица. Красивая четкая линия плеча, классная длина, пальто лаконичное. Это мой 36-й размер. Сидит шикарно, я считаю. Под ним у меня мой достаточно плотный свитер. И еще что-нибудь бы поместилось, поэтому классная вечная зима. Вот, хорошая. В составе 70% шерсти и 4% кашемира. Стоит она 195 евро. Артикул, размер. Следующий вариант верхней одежды на европейскую зиму. Опять же, уже привычный вариант на сегодня. Это стеганое пальто-пуховик. Тонкое, легкое. Сверху идет как бомбер на полни. Мне здесь очень нравится рукав. Оно без разрезов, но полни идет не до конца. Я видела, что этот пуховик на маленькене был надет с таким тонким кожаным черным шнурком на поясе. Получался такой акцент на талии. И было красиво. Но в таком прямом варианте мне тоже это очень нравится. Стоимость 150 евро. Стандартный размер, 36-й мой и артикул. Следующее и последнее пальто искусное сегодня. Когда нависела на вешалке, я думала, что оно будет невероятно тяжелое. Но нет, оно оказалось суперлегкое, при этом теплое. И посмотри, какое здесь оверсайз шикарное. Это 36-й размер. Мне нравится, как оно сидит. Длина руководной на изделие хорошая. Но это значительно ниже колена. Одноборные, здесь потайные пуговицы. Потом покажу еще, как оно выглядит в расстелкнутом варианте. Милый воротник. Вид сзади. Вот так вот. Шерсть синего цвета. Вот так это пальто выглядит, если носить его на распашку. Здесь такой один ряд темных куговиц. Приятная темно-синяя подкладка внутри. В составе 84% шерсти. Остальное это катон. Так что состав здесь прям очень классный. Стоит оно 250 евро. Я примеряла 36-й размер и артикул. Также тут очень классные аксессуары. Допустим, такие вот небольшие шарфы дутые по 50 евро. Мне кажется, это дорого для такой вещи. Но, тем не менее, очень красивый лаймовый оттенок. И я бы не рекомендовала их сочетать с пуговиками и куртками. А вот под пальто будет очень красиво. Очень классная панама. Она еще и утепленная. 45 евро. Красивая шапка тоже. Вот тоже цвет мне для мочи нравится. На этом видео подходит к концу. Я надеюсь, оно тебе понравилось. Оно было для тебя полезным. Если да, то еще раз тебя прошу, пожалуйста, поставь лайк. Подпишись на мой канал. Там есть красная кнопка внизу. Она должна стать серой. Поставь колокольчик. И спасибо тебе большое за просмотр. Пока. Я надеюсь, увидимся очень скоро.